Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Все хуже, чем рассчитывали в США. Завод по производству турбин может перейти в нашу собственность бесплатно. Зарубежные коллеги надеялись на отсутствие российского ответа, рассчитывая на то, что в России не станут разрывать торгово-экономические отношения после оказания экономического давления. Связано это было с не совсем точной оценкой выгодополучателями из США и Европы своей собственной значимости, мол, в России не захотят терять торговые площадки, куда продают свое сырье. Компания из США General Electric успешно работала на российском рынке и получала серьезную финансовую прибыль и миллиардные обороты, они решили начать создавать трудности для своих российских филиалов и начали приостанавливать деятельность. В надежде, что это принесет результат и вынудит Россию стать сговорчивее. А что же мы видим на самом деле? В России приступили к планомерному отодвижению американских и европейских компаний от сегментов экономики и запрет иностранцам принимать решения и исключение их из советов директоров стало для чужих владельцев полной неожиданностью. Ведь их даже дивидендов лишили. Если это произошло в нефтегазовом секторе и горнодобывающей отрасли, то почему это не может быть распространено на энергетику и прочие важные направления? Когда было одобрено ведение внешнего управления над российскими филиалами немецкой Унипер и финской Фортум, стало понятно, что в России не собираются останавливаться на достигнутом. Американским компаниям в России тоже принадлежит много активов в самых разных сферах, но начинать их национализацию будут, естественно, с самых значимых объектов, имеющих отношение к энергетике и прочим важным отраслям. Теперь не нужно выискивать причины, все стало намного проще в рамках ответных мер. Новый указ, позволяющий принимать незамедлительные решения о передаче прав собственности российским управляющим, исключает длительные процедуры, решение теперь принимается лишь по одному щелчку пальцев. Что, безусловно, создает правовую основу для существенного расширения действия этого важного указа. Компания General Electric в принципе отлично устроилась в России и имеет много активов, в том числе совместный завод с Интерраа в Ярославской области по производству газовых турбин. Конечно, специалисты из США следили за тем, чтобы завод не сильно расширял свои возможности и не выходил на внешние рынки, чтобы не получать огромную прибыль. Но это не помогло, как только иностранное влияние отодвинули в сторону, Ярославский завод буквально пару месяцев назад собрал первую огромную газовую турбину, она ориентирована на внутренний рынок и вместо того, чтобы покупать такие изделия за рубежом, в России будут сами производить данную продукцию. Получается, что как только иностранцев убрали из Совета директоров Ярославского предприятия по производству газовых турбин, так сразу там сумели наладить серийный выпуск крупных изделий. Вот наглядное доказательство того. Что зарубежные владельцы не помогали, а наоборот мешали предприятию развиваться. Теперь их влияние ушло в историю, но мы надолго это запомним. В американской компании General Electric хотели продать свои активы в Ярославском заводе со владельцем, но на сделки подобного рода в России были наложены ограничения, чтобы совершить такую сделку, необходимо пройти проверочную комиссию, состоящую из представителей разных ведомств. Разрешение на это компания не получила, а в связи с новым указом о внешнем управлении, можно считать, что одобрение они тем более не получат. Активы данной компании могут просто изъять во временное пользование, как это сделали с немецкой и финской энергокомпаниями, и говорить, что владельцы из США обойдут этот механизм, я бы не стал. Они создавали трудности для работы предприятия по производству турбин, поэтому надеяться на благодарность не нужно. Все оказалось гораздо хуже, чем они рассчитывали. Ставьте лайк, если не сильно расстроитесь уходом американской компании. В Германии опять требуют от России не взыскивать аванс после нарушения контракта немецкой Линдии. История с нежеланием немецкой компании Линдии отдавать присвоенные российские деньги получила свое продолжение, в Германии все еще надеются оставить эти финансовые средства себе даже несмотря на то, что они самовольно нарушили контракт на строительство и не выполнили обязательства по договору, поэтому попытка прикарманить российские деньги выглядит довольно странно и неприятно. Год назад немецкая компания Линдии объявила о приостановке контракта по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в одностороннем порядке, исходя из политических мотивов. Компания заключила договор с русским альянсом, являющимся совместным предприятием «Газпрома» и «Росгаздобычи», но по факту договорное обязательство немецкая фирма нарушила и пытается оставить себе аванс 946-5 миллионов евро. На этот раз в Линдии хотят заручиться поддержкой гонконгского арбитража, обосновывая это тем, что компания не может выполнить свои обязательства перед российским заказчиком по той причине, что если они выплатят обратно российский аванс, то это нарушит политические и экономические ограничения, которые незаконно наложили компании ряд стран. Химическая компания Линдии имеет штаб-квартиру в британском Гилфорде после слияния с американской Прохаир, поэтому там пытаются юридически обосновать, что имеют право отбирать российские деньги, выплаченные в качестве аванса. Однако в России думают по-другому, и на все имущество и активы Линдии был наложен арест в рамках обеспечительных мер. Теперь немецкая-американо-британская компания требует через гонконгский арбитраж снять арест с активов и считает российские требования неправомерными, то есть иностранцы должны были просто присвоить российские деньги и нужно было. Чтобы Россия не обращала на это внимания и уж тем более ни в коем случае не отбирала имущество Линдии. Такое поведение для зарубежных компаний не новость, они привыкли за счет России обеспечивать свое благосостояние. Но теперь у них такую возможность жестко отобрали и заставляют выполнять свои обязанности во что бы то ни стало, и если при этом иностранная компания понесет финансовые потери, то это даже лучше. Чтобы в будущем такого поведения они себе не позволяли. Я помню, как некоторые говорили о том, что Россия ничего не сможет сделать в ответ и просто забудет про эти деньги, и эта смешная болтовня для них казалась вполне оправданной. Но по факту мы, как всегда, посмеялись над такими наивными утверждениями после того, как имущество иностранной фирмы Линдии в России оказалось арестовано. В Линдии считают, что на законных основаниях приостановили действие контракта в соответствии с санкционным решением Германии. В российской компании пытались добиться отмены этого решения, но потом стало понятно, что это невозможно, и 23 сентября 2022 года было объявлено о приостановке контракта, однако гарантирующие банки сообщили, что не смогут вернуть аванс из-за финансовых ограничений. На сегодня уже около 250 миллионов евро 22 миллиарда рублей набежало в виде процентов и штрафов в адрес иностранной организации, то есть они были должны 946-5 миллиона евро, а теперь обязаны выплатить 1-2 миллиарда евро. Долгие годы Европа обеспечивала свое благосостояние за счет ресурсов из России и формировала на этом фундаменте свою промышленность, постоянно увеличивая достаток и развивая индустрию. Но вместо того, чтобы уважать такую щедрость, Евросоюз не прекращал оказывать экономическое давление и ставил барьеры для развития двухсторонних торгово-экономических отношений в разных сферах, которые не касались сырья. Рано или поздно такая кооперация начала бы вызывать много вопросов, ведь ресурсы и сырье – это основные товарные группы, которые Европа приобретала у России, не давая российским компаниям выйти на свой рынок. Естественно, в этом не было заинтересованности, ведь в таком случае продукция европейских производителей потеряла бы свою актуальность и конкурентоспособность. В России уже не осталось наивных специалистов, полагающих, что снабжение Европы ресурсами – это есть главная цель, все, кто так думал, уже лишились возможности оказывать влияние на ключевые отрасли. Даже финансовый контроль со стороны ЕС над российскими банками оказался утерян, за последние годы они упускали из рук один рычаг давления за другим. Но после того, как в Евросоюзе решили указывать России за сколько именно она должна продавать свою нефть и газ, стало понятно, что другим способом получать российское сырье уже не получается, приходится закреплять это законодательно. А ведь раньше достаточно было пообещать пару кредитов по низким процентам, как они добивались желаемого. Например, «Газпром» строил им за свой счет объекты в энергетике, налаживал газотранспортные системы. Я, конечно, понимаю, что не все еще осознали серьезность происходящих изменений и по-прежнему думают, что у Европы в наличии имеются козыри, которыми они раньше пользовались, но это далеко не так. Иначе им не пришлось бы заходить так далеко и начинать отбирать российскую собственность и активы. Это важный показатель. Да, европейского имущества в России на 1-3 трон долларов и уже начался постепенный процесс отъема в качестве ответных мер, но самый главный ответ – это запрет на заключение договоров с компаниями, которые используют ценовые потолки. Субтитры создавал DimaTorzok